Доброе процветание всем дорогие друзья. Продолжаем наш рейтинг лучших красок по коже. Сегодня я хотел вам представить такую замечательную краску французского французскую краску производителя корпорация Авел под торговой маркой Sapphire. Называется эта краска Tenex. Выпускается она в виде аэрозолей объемом 150 миллилитров находящихся под давлением. А для чего предназначена данная краска? Это значит эта краска сильно кроющая, предназначена для покраски, перекраски, всех видов достаточно больших площадей. То есть кожаные куртки, диваны, автокресла, сумки. Для всех этих типов изделий очень удобно использовать вот данный вид красителя, который в принципе очень может вам как подкрасить и освежить цвет изделия, так и перекрасить из цвета в цвет. Ну естественно при соблюдении определенных технологических приемов. Какая же цветовая гамма данного продукта? Цветовая гамма данного продукта порядка 20 основных цветов. Цвет обычно указывается на крышечке, чтобы более-менее он такой понятно какой цвет находится внутри. Единственное, что я хотел бы сразу обратить внимание, прежде чем использовать изделие, полагаясь на цветовую индикацию на крышечке, обязательно попробовать где-то краску на незаметном участке изделия. Дело в том, что разные виды кожи по-разному воспринимают краску и соответственно они будут изменять свой тон в 1, 2, ну может быть даже 3-4 тона в сторону потемнения или в сторону осветления. Поэтому перед покраской обязательно используем, проводим тест на незаметном участке. Для каких типов кож подходит? В принципе она подходит только для гладких видов кож. И для замшин, бука, велюра, любых шлифованных или ворсовых кож данный вид краски не рекомендуется, он вообще не подходит, потому что он как бы полностью закрашивает, вот как лак для ногтей можно такую аналогию привести. Какой он имеет текстуру? Данный вид краски он имеет матовую текстуру. То есть сюда не добавляются ни какие-то для блеска ни ланолин, ни прочие химические вещества. Поэтому после покраски ваша поверхность изделия из кожи будет иметь матовую текстуру. Как подготовить поверхность при нанесении им краски? Ну соответственно существует множество вариантов подготовки поверхности. Самое простое это просто обезжиривание, ровное шлифование, скажем так, участок кожи и заделка соответственно каких-то либо выемок, трещин, специальными реставрационными пастами. Как наносить? Наносится данная краска с расстояние 25-30 сантиметров круговыми движениями, начиная от центра, чтобы она желательно это дело производить на вертикальной поверхности, так чтобы краска у вас не растекалась какими-то ли вот каплями в ненужные вам скажем так направления. И чем финишировать данную краску? Ну можно финишировать данную краску простой водоотталкивающей пропиткой, любой на ваш вкус, ну либо какими-то либо кремами для обуви, если вы производите по краску обуви, ну либо специализированными бальзамами и восками, которые помогают краске лучше держаться на поверхности, которые как бы делают ярший оттенок краски и скрывают какие-то, вот финиш обычно скрывает какие-то либо недочеты, если вы где-то там брызнули больше, если где-то брызнули меньше. Надеюсь, мои сегодняшние советы вам были полезны. С уважением, Алексей Музелев.